Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня очередная порция нудятины. Сегодня я хочу поговорить о гарантийных обязательствах. Вначале поговорим о гарантийных талонах, что они из себя представляют. Они бывают по факту двух видов. Первый вид это гарантийный талон, который дается заводам-изготовителям. Он идет в комплектации практически ко всем аккумуляторам и представляет из себя такую некую форму, которая должна заполняться при продаже. Но так как это не очень удобно, потому что много разных аккумуляторов, много разных гарантийных талонов, не всегда удобно это писать. И, как правило, специализированные магазины, они переходят на собственные гарантийные талоны. Они представляют из себя либо лист формата А4 согнутый, либо вот такого рода книжечки. Специально заклеил название, чтобы не было никакой рекламы в нашем ролике. Что из себя представляет, собственно, гарантийный талон? Это такая некая книга, некая инструкция к аккумулятору, по сути. Здесь, значит, представляют из себя, как эксплуатировать, как правильно хранить, некоторая техническая информация, значит, исправность и неисправность. И, собственно, вот здесь интересная страница. Это гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства – это то, что обязан делать клиент при покупке аккумулятора, как правильно эксплуатировать и, собственно, что обязан делать продавец в каких-то случаях. Так вот, сразу скажу, гарантия на аккумулятор распространяется на три в основном дефекта. Но вот в этом гарантийном талоне их два, по факту. Это внутренний обрыв межэлектродных соединений, то есть это обрыв цепи, как мы уже с вами говорили, и короткое замыкание в одной из банок. Но, опять же, короткое замыкание в одной из банок без, по факту, внешнего воздействия. То есть нет такого, что если у вас в аккумуляторе, грубо говоря, лёд, вы разрядили и заморозили аккумулятор, потом вы приносите, у вас образовалось в нём замыкание после этого, вы приносите и, скорее всего, вам они поменяют, если это зафиксируют, если действительно у вас лёд был. Ну и, собственно, здесь вот дальше прописывается вот такой пункт есть. К эксплуатационным неисправностям относятся АКБ, вышедшие из строя, по причинам. То есть если у вас АКБ взорвался, имеется механическое повреждение, оплывание активной массы, сульфатация пластин, оплывание пластин и так далее. Вот тут список. Эксплуатация, то есть с неисправным генератором и так далее, то есть когда не идёт зарядка или идёт перезарядка. Эксплуатация разряженная АКБ. И вот по сути, если фиксируют один из этих пунктов у вас при вашей диагностике аккумулятора, собственно всё, гарантии вы по факту лишаетесь. То есть сдать аккумулятор такое уже не представляет возможности. Как правило, по заводским дефектам аккумулятор меняют без проблем после проведения определённых процедур. То есть нужна экспертиза, это нужен акт соответствующий сертифицированной, так скажем, мастерской лаборатории, где, собственно, выявят ваш дефект. И сразу хочу сказать, что если у вас гарантия на некоторые аккумуляторы, некоторые дают год в основном, кто-то даёт больше. Если у вас в течение года произошло оплывание активной массы, то есть осыпались пластины, то по факту аккумулятор вам не поменяют. Я уже объяснял почему. И в этом случае, то есть, внимательно нужно читать гарантийный талон, да, чтобы не было потом каких-то претензий. На самом деле всё написано в нём. Но по факту никто это не читает. Важные моменты, да, какие. Обязательно должен быть чек при продаже в специализированных магазинах. Аккумуляторы, естественно, проверяют. Пишут его название, пишут тип автомобильный, который был установлен, рекомендованная ёмкость должна быть написана, то есть, какая рекомендована, дата продажи обязательно, какая гарантия, показатели при возможности, то есть, проверяют обязательно нагрузочной вилкой, напряжение разогнутой цепи, напряжение под нагрузкой. Плотность по возможности проверяется. И, собственно, где был продан. Вот этот магазин был продан в городе Берцк. Берцк. Ну, доехал к нам, видимо, откуда-то из далёкого края. Вот. Вот такой гарантийный талон. И, собственно, вот такой гарантийный талон. Суть в них у всех примерно одинаковая. То есть, здесь тоже идёт дата продажи, какие-то первичные измерения для того, чтобы можно было отталкиваться, исключить тот факт, что изначально была продана некачественная батарея. Вот. Естественно, это обязательно должно быть заполнено. И, собственно, обязательно должны быть чеки. Чеки. И тут, собственно, всё практически то же самое. То есть, вот этот гарантийный талон, это, можно сказать, краткая инструкция аккумуляторщика, да, человека, который работает с аккумуляторами. Изучив вот её, по факту, можно спокойно уже чуть ли не преподавать, там, физику основы. То есть, ну и здесь так же. То есть, здесь всё, по сути, вот всё расписано. Вот один раз изучите это, да, никто это, по сути, не читает. Как правильно хранить и так далее, и так далее. Всё по частям разложено на нашем канале. То есть, вы можете посмотреть. Вот. И важный момент. В гарантийниках везде прописано, что хранить АКБ нужно полностью чистым. И приносить на сервис её тоже нужно полностью чистым состоянием. И те, кто пишут, да, мне, что, вот, грязную, значит, это... Да, приносите чистую. Это есть в гарантийных обязательствах, понимаете? То есть, это обязан делать для того, чтобы у него не слетела гарантия. Это обязан делать именно покупатель аккумулятора. Ну, а на этом всё. Ставьте лайки, читайте обязательно гарантийные талоны, проверяйте правильность его заполнения, потому что первый признак, когда вы приносите аккумулятор по гарантии, там прям есть, это правильно заполненный гарантийный талон. То есть, чтобы при вас аккумулятор обязательно проверили и внесли все данные, прикрепили обязательно чек к этому гарантийному талону. Ну, а на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Продолжение следует...